Благодаря Небя, Христе Божий наш, Яко насытилась и над земных Твоих благ, Не лишнёс и небесного Твоего Царствия, Но, яко посадивший и Бог Твоих пришелось и спаси мир, Да я им преди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно и во веки и веково ми. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитвы при чистой эти матери всех святых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Божьей милости, будь мне грешен. Создав мне, Господи, помилуй меня. Вячеслав, если грешил, Господи, прости меня, грешен. Помилуй и благослови. Можете сесть. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Нос снова накрываешь. Поворачивай. Ничто не кудас. Я сообщу последние действия. Вчера я на велосипеде проехал первый-второй мостик и шлюз. После дождя гоняли туда короб. Видно, Олешек. Такая засохшая. Прямо не выскажи, что там. И они пупырышки. Не ехать ничего нельзя. Но свернули направо. На того мостик ни одна скотина не зашла. Это у Стивного так делают. Они гонят дальше и выслушивают, что им говорят. То есть благополучно. Но проехал дальше и там второй прорыв воды был несколько лет назад. Там резинка. И не сделали. И потом вода волной бьет и ее уже подбывает. Нужно немедленно сделать, как сделали здесь. Свая забить, засамонить с двух сторон. У нас нет ни свая, ничего нет. Поэтому мы сейчас в 7 утра позавтракали. Я, Володя Пащенко, Никита Колесников. Уходим в лес. Не, до этого мы просили Романа Малыша помочь пилить. А теперь Володя пилит сам. Там небольшие, вот такие вот, 15 сантиметров там больше. По метр семьдесят примерно так. Забивать надо будет. Сегодня мы должны вывезти оттуда и сразу начать шкурить. Сергея возьмите. Возьмем. В лес он нам не нужен сейчас пока. Пусть он у тебя побудет там с собаками. Когда нужен будет, мы сразу дадим клещ. Так он сам просил Сергея сегодня. Куда? В лес что ли? А в лесу еще он будет сейчас делать? Ну ветки таскать, бревна вытаскивать. Там помощь. Хорошо. Конечно. Хорошо. Если свободное время, топор небольшой, чтобы саду шкурить там начинать. Если время свободное, сучки обрубать ровно, они будут вот такими вот сучками. Никита, не отвлекайся никуда. Слушай внимательно. Рубить под самое дерево. Если тратить не обрубать сучки. Вывозить туда, это сделать завтра уже. И быстро-быстро нужно засамонить. Поэтому тут я обращусь к Кустинову, там Исааки, кто сможет прийти. Земли брать негде. Поэтому придется там, где бедрами носить. Где буровка создана была на самой трассе. И затрамбовать. Ну все, все взять то, что там делали нашлюзи. На шлюзи все нормально. Здесь все везде хорошо. Первый мостик претензий нет. Второй, я видел, знал, но я не видел, что так подмывать будет уже. А там прорыв был, и вода уходила по тому месту. Дальше туда, на той стороне. Это нужно сделать, тем более там понижение. Это одно, новости. Вчера мы рассчитывали, что выйдет 4 КАМАЗа. КАМАЗа будто бы по 15-16 тонн. Какую нам надо фракция, там по 50 мм. 50 мм нету. А по 4 самое большое, там вот такая вот мелкая. Какая-то на ту ложится. Когда сделают глиняный, после этого песок 10 см, после этого вот эта крупная. Крупной нету. Нету, говорят. Крупную, это ведь легче, чем мелкую. Я стал думать, а почему так? Очевидно так. Везде, где делают ремонт дорог, дорогу делают, нужно делать обходную, по которой не будет же транспорт стоять-то. И поэтому там чуть-чуть немножко песку бросают, потом убирать ее до дороги надо. И крупная фракция, они ее вдавливают туда, и мелкой почти нету. И поэтому на частные наши дороги-то они не дают. А вот эта, она хоть и дороже должна быть, мелкая, она почему-то дешевле. Одна тонна 850 рублей. Я вчера заплатил 36 тысяч. Вот за это вот, что есть. Батюшка, вещь там заехал, он редко у меня бывает, но заехал. Она говорит, знаешь, сколько обходится вот строительство дороги-то? Ну и там показывают, километр, где голова крупная идет. Речь идет только о миллионах. Притом речь идет не о двух, трех миллионах, а о десятках и о сотнях миллионов на самый короткий промежуток, где сделать. Одни в школе решили сделать дорожки, то другое, мне пишут, это невозможно. Ну, дорого, значит, стоит. Не делать. Это не предмет первой необходимости, они считают. В России начальство и дороги никогда не были предметом первой необходимости. Какой балбес будет, бумажки будет перекидывать, взятки брать, тормозить дело. Это все. Начальство и дороги, главное дело России. Вот мы сами этим делом взялись. Главное известие, закрывай школу по деревке. Предложено двое учеников тут. Третий там, какой вот, этих, учить в домашних условиях. Я не знаю, как это. Что значит, что они имеют в виду, кто учить будет, то тоже платить надо. И по интернету. И ко мне обратились написать письмо. Я говорю, я подробностей не знаю. Лена пусть пишет, а потом покажет. Она мне по интернету сбросила. А батюшка приехал, уже в печатном виде привез. Ну, я небольшое там замечание маленькое сделал. Она все перечистила. Не указала, что Алтайский край и как далеко от Парнаула. Я сейчас заеду, скажу ей, чтобы она вставила туда. Вот. Стучать надо во все ворота, говорить, обращать в печать, центральные газеты. Речь идет о деревне. Потому что первая артерия, которую перелезали, уничтожая села, это школа. Школа, дальше электричество, магазин. Ну, все, люди поехали. Рот закрой. Что ты ворон ловишь? А вот так раскрыл и сидишь. Что ты, больной, что ли? Ну, идем в лес. Комаров не боятся. Некоторые... Одного от комара увидят, уже бомбарок падает. Вот это вот большая неприятность по школе, но у Бога все выберено. Бог знает почему, как. Это не с нами только закрывает десятки тысяч школ. Тысяч! Это уничтожение нации. Сделать их болванами, неграмотными и проще. Хотя будто бы они все это делают. Какое освещение должно быть там? Добавить люкс какой-то. А у вас этого нет, все закрыть. Вот. И мне прислали материал из Тульской епархии. Как закрыли баптистский лагерь. Не лагерь, а отдыхали в домах. Не отдельный лагерь, в домах, как у нас. И как закрыли. И все, снимки, снимки. И к чему привязываются. Я один раз снял, просчитал. Вчера Мишин сел, подробно стал второй раз считать. Главное, снимки показывать. Чистота, порядок. И их мученики, которые в 30-е годы брали, баптиста, полистовывали. И они не вернулись убитым. Я сказал, вот они чему детей учат. Да, сказать, что же. Учат детей, значит, раз убиты, значит, кто-то был убийца. А убийца это вы, которые сегодня нас убиваете-то. И черно-белые фотографии, такие, горелёная губка. Он всё это знает. Ненависть в них воспитывает, ненависть. То есть такой дуралей написал. Вот эти две епархии, Тульская. Ну, Новокузнецкая, Скемборская, это как бы одна. Хотя теперь разбили на разные-то. Самая злобная, самая безбожья епархия. Чисто дворкинская. Это первые, которые нас напали. Везде они выстают. Один раз они выстали на Сергея Журавлёва. Да, он еретик, новое обновленческое православное движение. И они добились, чтобы он закрыл, его сайт закрыли-то. А мне сообщил оттуда один священник. Я говорю, вы что делаете? Иди немедленно там епархию добиться, чтобы сняли эту гадость. Какое вы умеете право трогать? Он на свободе. Он откроет к утру три сайта. И откроет в разных странах, где вам ни по зубам, ни по хвостам будет. Вы не да... Всё точно так и было. Он открыл пять новых сайтов в Малой Азии. Открыл там в Таиланде, открыл в Египте, открыл в Японии. Всё. Я примеру говорю. Ничего нету. То есть они бороться не умеют. Только отвернуть голову. И что интересно, люди всё понимают. И здесь говорят, вам только РПЦ нужна. Для неё это всё. Все, кто есть, это еретики. Еретики-то да, но зачем же трогать-то? Они отдыхают. В лагере было... Не в лагере, а отдыхало 70 человек. Показано, спали, матрасы, чистые, на полу. Всё как у нас. Как будто бы сфотографировали от нас идёт. Ну, разделительных досок только нету. Питание какое хорошее. А вот комиссия приедет, а вы самостоятельно издумаете, ежа сварите. И вам не что-нибудь сказать, и будете ёжиками кормить. Какие ёжики, и где? А там родители обеспечивают, что они зла желают своим детям. И много комментариев. И комментарии эти говорят, каких дураломов-то всё-таки в России держат. И они пишут, печатают в газете. Там незнайтин какой-то там, или фамилии-то такие говорящие всё. Я вчера позанимался этим, действительно. Вот у меня обыск делали, когда первый раз. То два свидетеля были. Тупицын и карманов. В карман залезли, главное, тупые, неграмотные, невежественные. И у меня под кровать лазили там эти, ну, студенты юридического факультета. И там вытаскивали, там, переплетный материал, надерживался, тапочки шила и лазили. А потом залезли у меня, там, в сарае дрова были, а под ней большая конура сделана. А ну, в конуру залезли. Я говорю, ну, и тебе привязать только. Ты уже готовый, уже шариком-то. Уже залез туда, сидишь. Вы, например, шарите сейчас по инструкциям, по прокурорским бумажкам-то, а дальше ты сам будешь это делать. Интересно, на пятом курсе учатся юридическом, мы сказали, вот вы будете работать, прокуроры, судьи. Кто готов взять взятку, если она будет достаточно приличная? 90% подняли руки, готовы взять взятку. Вот оно воспитание какое. Еще они не судят, еще ничего нету, а уже бандитов, коррупционеров они будут выпускать. Ну, что, Макаров, губернатор, а мэр города Томска, за 5 миллионов, чтобы на свободу выпустили. Все. А там взятки, угрозы, разрушения, там такие бандитские статьи. И выпустили на свободу. И при том, не один человек судил, а, ну как, заседатели какие там собираются. Вот такое дело. Поэтому, нам сейчас рассказали уже грузят, остальные двоя запечатал. Трасса-то наша сжига. Нету больше, какую-то пыль хотели привезти. Но Алексей сказал, не возите, мы даже платить не будем. А какой-то приехал, такой, похожий на нерусского-то. А я еще и сказал, Болоде говорю, это дагестанец какой-то. Ему даю, ну, там 680, я говорю, а ты тысячу возьму? А нет, не берет. Я говорю, русский саду схватил. А ты, наверное, нерусский. Какой-то такой сухощавый и такой похожий на него. А потом я вас спросил, вы случайно нет? Говорят, я русский. А что, что еще на деньги-то добавили? Да как это, Алексей разменял, тогда я уже точно ему заплатил. Мое мнение, такое же, как у осады Дмитрия Смирнова. Если это русский, он обязательно схватит. А если это мусульманин, он говорит, я в церковь тебя вез, она на остановке подняла руку. Ты мать мне, ты молиться идешь, да как я с вами деньги возьму? То есть он обращается к судьи своей совести, к Аллаху, как он говорит. Уж я не произношу эти имена, но... И он говорит, тут будут жить другие люди, которые лучше нас. Священник Дмитрий Смирнов, правая креста рука, патриарха. Только он не говорит дальше, что ты такими их подлыми сделал. Потому что они не малисти, не умеют ничего. И вот это явное объявление дал нас искать только в лесу. Где? Ну а тут сразу в садах, где мы в Пороша раз были. Если так взять, это напротив Плотникова примерно, в садах сейчас мы пойдем. Топоры берите, сейчас я потащу вам их. И не знаю, кто на чем поедет на велосипедах, может на велосипедах. И бензин, и Володя, чтобы бензинчик возьми побольше. Нам свои 50 надо будет сделать, никак не меньше. Потому что, если не будет хватать, мы будем махать. А потом, когда-то в конце, еще заготовим на зиму, чтобы на весну было где. А вам понятно все? О чем надо молиться? О школе. Как Богу угодно сделать. Сделал он. Второе, чтобы нам все-таки разблокировать нужно еще две машины. И тогда я вызываю грейдер, он разгладит и будет в машине ходить. А сейчас как вызывать, когда половины нету? И кто не будет. Ну вот и все. Я утром сегодня пораньше залез, посмотреть, как голуби начинают рабочий день. Начинают с выявления, кто главный. А там у меня беспородные, они всех гоняют, эти живые, они не болеют. А потом уже сильные, не сильные друг друга давят, надо поесть. Кормушка, столовая открыта. Потом пить начинают. И дальше у них свое варкование, довольные, все наелятся. А самые-самые слабые сидят, когда все разойдутся, я один поел. Я вот сегодня там заснял. Так, уходим. Так, вы эти хлопцы займите. Они нам не нужны. На работу в лес. А здесь мы, чтобы не сидели. Каждые 45 минут там отдыхайте, 15 и больше на кощей. Дорога. Дорога. Так. Это... Да. Наお rah hin. Спасибо.